Всем большой привет! Это новый влог и я начинаю его дома. Мы сейчас уже выезжаем. Собрались. Я сегодня в футболке. Сверху одела рубашку. Уж очень она мне нравится. Джинсовые. Ой, джинсовые, джинсовые джинсы. Короче, джинсы одела, которые давно не одевала. Такие бананы широкие. И еще будут, разумеется, кроссовки. Просто я в доме, поэтому показываю себя без обуви, просто в тапочках. Какие дела? Ну, во-первых, покажу вам свой макияж. Сегодня снова накрасила тушью глаза, бровки сделала этим гелем и нанесла тон. Вот. Собственно говоря... А, ну и на губы есть такой блеск тинт. Сегодня с утра убралась. Мыл все. Робот-пылесос. Я также вымыла все поверхности. Пыль вытерла. В общем, дома чистота. Все чисто и красиво. Также посмотрите на мою гигантскую рассаду помидоров. Вот это все розовые помидоры. Называются розовый гигант. А здесь черри. Тоже уже огромные. Сегодня буду высаживать, несмотря на то, что опять ветер. Ну, уже просто сколько можно ждать. У меня уже помидоры цветут. Вот, видите? Уже все в цветах. Вот. Распустятся скоро. Поэтому все. Уже они больше сидеть не могут. Температура у нас уже, в принципе, позволяет давно. Несколько дней по ночам хорошая высадить. Перцы. Тут у меня еще перцы. Из рассады остались. Вот это все острый перец. А это розмарин. Розмарин буду сажать в кашпо. Он еще будет подрастать пока что. А вот перцы, смотрите, тоже зацвели. Ну, вот так. То было ночами холодно. То ветра были слишком сильные. Ну, вот они продолжаются. Вот так у меня рассада и сидит дома. Вот. Вот здесь вот мы... Я не буду выходить на улицу, потому что там из-за ветра ничего не слышно будет. Вот здесь вот мы скосили все сидираты. Ну, муж мне помог. И вот здесь, на вот этом участке, я планирую высадить розовые помидоры. А на большом огороде планирую высадить помидорки черри. Я там соберу редиску. Она уже тоже у нас вся поспела, вся большая. И черри высажу на другом огороде. Так что, по сути, вот здесь, сегодня я планирую все розовые помидоры высадить. Ну, вот такой план. Надеюсь, что к вечеру ветер стихнет. Гляньте, как он вишню гнет от ветра. Так, едем сегодня. У мужа образовались планы. Ну, вроде бы это ненадолго. Также в квартиру там заехать он хочет, что-то забрать на балконе. Короче, такие небольшие вроде бы дела, но они есть. Вот. И, соответственно, днем в жару высаживать помидоры не вариант. Во-первых, жарко. Во-вторых, это вредно для рассады. Поэтому мы вернемся и вечером займемся этим вопросом, наконец-то. Вот такой вот план на день. Вот. Надеюсь, что я зайду еще в светофор сегодня. Хочу купить длинное кашпо и посадить в него два черрика. Я почитала, сколько нужно литров на один черри. И на 9-литровое кашпо будет хорошо под два черри. Оно продолговатое. Я с двух сторон посажу по краям два помидорки черри. И они будут расти у меня все лето на улице. А затем я их занесу домой. Кто не знал, помидоры, любые помидоры, они многолетние растения. Просто они погибают из-за того, что климат не позволяет их выращивать более одного сезона. Но если вы занесете свой помидорчик домой, не обязательно черри. Любой, конечно. Ну, понятно, что дома черри мне будет удобнее растить. Вот. Я его сделаю не в грунтовую... Ну, не в грунт, который на улице, не в такую землю. А в покупной грунт, чтобы не было никаких мошек и все такое. И они у меня осенью перекочуют в дом. И посмотрим. Я хочу проверить эту теорию. Ну, это факт, вернее, что они многолетние. И что они могут до трех лет давать урожай. Посмотрим. Возможно, у нас зимой будут черри, если все получится так, как я задумала. Вот. Ладно. Пора выезжать. Мы приехали в Леруа Мерлен. Сейчас пойдем на эту... На КАС. Тут, короче, сдать лишние наши какие-то детали от ремонта. А потом в саму Леруа Фу пойдем. Если воду здесь в Леруа Мерлен, в отделе водонастабжения, можно сдать водичку на анализы. Вот. Мы набрали воду дома по всем правилам, как надо было. Вот. Привезли делать анализ воды. Вы сдаете. Там есть какой-то более узкий вариант с шести пункт показателей. И расширенный из девяти показателей, включая все бактерии и все такое. Поскольку у нас собственная отдельная скважина. Поэтому нам порекомендовали сделать расширенную. Ну и мы, в принципе, тоже согласны, что лучше сделать расширенный указатель. Поскольку, ну, один раз делаешь собственную скважину. И понятно, что за вода. Вот. Очень нам интересно это. Потому что, ну, все равно мы не знаем, что мы пьем, по сути дела. И хотелось бы выяснить. Ясное дело, что вода в частном секторе обычно бывает лучше, чем, например, в квартирах. Так, в квартирах идут дополнительные обработки, фторовые. Либо, ну, как у нас в России обычно это идет хлор. И сейчас это химический хлор. Тоже не очень хорошо. Ну, все-таки есть какая-то обработка. У нас же вода идет напрямую из скважины. И мы вообще не в курсе, что там. Поэтому решили сделать анализ. Для анализа берется у нас фильтр стоит большой, глубокой очистки. Вот. Мы взяли воду без фильтра. Ну, для того, чтобы узнать все-все-все показатели. И там уже будем смотреть. Давно хотели это сделать. Но вот узнали, что в Деруа есть такая функция. И дали водичку. Ну, вот сейчас вот занимается этим муж. Делает, ну, заполняет там, в общем, все. Все, что нужно заполнить для этого. Система такая. Подходите, оплачиваете. 1150 стоит анализ полный, расширенный. Это турбомега супер. И все. Ждете в течение часа, будет готов анализ. А мы пока пойдем в Деруа. Подошли мы. Не все купили розетки и выключатели в прошлый раз. Получается, что он включен. И в том положении он включен. А еще узнали, да, интересную информацию. Вот спросили у консультанта, что вот это значит. Вот эти штучки. Это значит, что он проходной. Можно его включить в одном месте и выключить в другом месте. Даже если он останется включен, допустим, на втором этаже. На первом вы можете таким выключателем выключить свет. Слушайте, ну это очень круто. А нам как раз такое в коридоре будет удобно, да? Ну, видимо, да. Вот, возьмем еще вот такой вариант выключателя. Так что имейте в виду, это не просто стрелочки, а это вот есть, короче, на три. Можно в трех разных местах включать и выключать. А есть на два. Мы таком даже и не знали. Теперь знаем, будем пользоваться. Хорошо, что ты спросил. У нас не было эпоксидной затирки для ванны, а в этот раз уже мы приехали и завезли ее. Вот берем вот такую килограммовую белого цвета затирочку. Вот они все эпоксидные. Они, говорят, глянцевые такие. Белый цвет быстро раскупают. Ну, логично, что он самый популярный. Я не знаю, почему так много других цветов представлено. Представлено. Ну, вот. Затирочку еще возьмем. Вот это вот, она не подходит для ванны. Она на водной основе, и, короче, из-за этого она не подходит для сильно влажных помещений. Поэтому, наверное, вот такую затирочку возьмем. Или не такую. Да, ну, короче, выбираем еще. Отдел света взять накладной и светильник на веранду. Светильник выбрали. С лампочку еще выберем. Вот такой выбрали светильник. Очень красиво он смотрится. Сам светильник взяли, еще лампочку сейчас выберем к нему. Класс. Убор тут, конечно, огромный. Я думаю, что мы и сам, и свет, ну, еще, ну, то есть люстры, все такое, не покупали. В дом. Я думаю, мы все это будем покупать в Деруа Мерлен, то что выбор тут просто огромнейший. Еще уличные решили уличные взять, которые над входной дверью. Вот, выбираем мы вот, вот такой. Он, знаете, как светит? Сейчас покажу на картинке. Очень красиво где-то нарисовано. Вот этот только, вот, а, ну, это тоже, смотри, вот вверх и вниз светит. Но выглядит не так стильно, как это, да? Вверх и вниз, видите? Двойное, двойного свечения. Очень красиво. Только у нас над, ну, здесь с двух сторон от двери у нас над дверью будет. А вот смотри, в четыре стороны светит. Угу, да, тоже красиво. Вот, вон черный такой есть. Угу. А, он вообще щелями светит. Выбор тут тоже даже уличных очень большой. Вот, очень красивый. Очень красивый вариант. Он полностью закрытый, видишь, со всех сторон закрытый. Прямо такой, как стеклянный светильник. Очень красиво смотрится. Ну, он, естественно, не из стекла, он уличный. Он, даже когда выключен. Из более крепкого материала. Смотрится красиво. Да, он выглядит намного симпатичнее, чем, да, предыдущий. Вот этот красивый. В любом, в любом состоянии классно выглядит. Да. Вот такой квадратный, как я показывала, с теплым свечением. Потом, когда повесим, покажу. Полоска на железо, видишь, полоска. Вот результаты мы забрали, короче. Ну, и вот наши показания. Вот для нецентрализованного водоснабжения. И даже если сравнивать с централизованным, очень даже все хорошо. Единственное, что по поводу жесткости, ну, она, то есть, в норме. Ну, как сказать, вода у нас все-таки жесткая по ходу дела. А так все вообще в норме. И тут также заключение. И, да, пишут, вот рекомендуют поставить нам фильтр обратный осмос. Вот такой. Можно сделать тест. Кому интересно, имейте в виду, что в Леруа Мерлен есть вот такая возможность сделать тест такой. Время уже 6 часов. Мы еще заехали в квартиру. Забрали то, что там, в общем, какие-то вещи, которые оставались на балконе. И сейчас еще заедем в светофор и едем в сторону зоны. Еще заказ с Вайлберрис. Вчера мне лень было уже заходить вечером. И еще в Вайлберрис посылочки зайдем забрать. Мы уже в светофоре, как вы можете наблюдать. Решили взять вот такой ящик для хранения. На 37 литров. У нас уже один такой есть для всяких огородных прибамбасов. Вот решили второй взять. Еще баки. Здесь вот такие. Есть только еще больше. Ага. Решили бак взять. Вот такой. Смотрите, вы на машине? Ага. На машине, да? Да. Нет, хотел просто... Поводу этой штуки. Мы думали, что это на улице, а он пищевой. Еще, к тому же, взяла попробовать 370, что ли, стоит вот такое жидкое 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 для стирки детского белья. Мистер Дес. Вообще, Мистер Дес мне нравится. Интересно будет попробовать. Вот. Ну и сейчас компейнер еще. С тележкой едем заберем, который показала. Ну, там по мелочи кое-что купили в светофоре. В принципе, кашпо, которое я хотела, не оказалось. Но кое-что все равно интересненькое нашлось. Поэтому дома будет обзор покупать. У нас время в 7 часов вечера. А мы уже дома. Слушайте, мы не поехали в Вайлберрис. Мы такие голодные. Просто вообще. Еще в Леруа думали взять бутерброд. Но последний раз мы как-то там ели. Он как-то не особо был вкусный. И, короче, уже решили ехать домой. Хорошо, что я сегодня сделала окрошки. Я нарубила полную кастрюлю окрошки. Сейчас мы сделаем эту окрошку. И покушаем вкусненько. Вот. Сейчас я покушаю. И потом попозже чуть-чуть покажу вам покупочки. Так, в общем, контейнер показывала. Хочешь засветить у тебя? Ага, я еще не показывала это даже. Вот. Вот такую купили. Красно-синий спектр. Светильник для растений. То есть фитолампа. Но такие появились в светофоре. Сколько оно стоило? 230 рублей. Да, очень что-то там. Да, это коробка. Даже бюджетно. На градуских похоже. Огромные градусные. Да, похоже. Она очень мощная свадьет. Купила для рассады. Оу. Да, это я еще не повернул. Странно, что они их не продавали, когда... Ну, посмотри на весь. В феврале-марте, когда вся рассада только начиналась, я бы купила. В общем, в любом случае попробую его. Красиво как. Да, очень. И, возможно, докуплю еще несколько для рассады. На будущий год. Ну, вообще классно. Так что имейте в виду. Вот такие вот светильнички в светофоре. По отличной цене. Так, это еще пуст прайс. Заходила, взяла рис. Я вообще за рисом заходила. Еще увидела компетки. Мультикрук. Вот такие. Подорожали. 83 рубля теперь стоят. Были по 79. Вот. И сейчас скажу, по чем рис. 69 рублей. За 800 грамм. Ну, нехороший рис. Я уже, кстати, в третий раз беру. Мне понравился. Так, еще что в светофоре было. Вот такой арахис. Мы его берем уже третий или четвертый раз. Очень вкусный. Называется арахис жареный во фритюре. Вот он и в меру зажаренный. И он... Нет там вот крупной соли. Просто как напыление. Чуть-чуть в меру соленый. Очень вкусный. 500 грамм. 127 рублей или что-то такое стоит. Очень выгодная цена. И он действительно вкусный. Я с ним торт Сникерс пекла. И так мы скушали. В общем, вкусно. Так. Появились снова по 71 рублю. Салфетки влажные. Влажные в светофоре. Аура. Я постоянно раньше брала их именно в светофоре. Потом они куда-то пропали. Вот сейчас опять появились. С антибактериальным эффектом. Одни вот такие розовенькие. Другие голубые. Я не знаю, отличаются ли они ароматом или нет. Но взяла две разных. Вот. Салфеточки для уборки дома улетают. Вообще только так. Одну в машину положу. Одну дома оставлю. Вот. Контейнер 370, да? Или что-то такое стоил. Вот. Большой, хороший. Я уже говорила. Это уже второй. Он еще и с колесиками. И с крышкой. Да. Решили взять второй. Для огородных дел. Ну и лимонная кислота. Это просто для приготовления пищи. Ну в смысле для всяких там. Короче. Лимонная кислота. Все. Такие покупочки были сегодня. Все, что в Леруа я и так показывала при вас. Поэтому не вижу смысла второй раз это все еще раз показывать. Что в Леруа сразу и показывала все, что мы там купили. Еще пакет с Леруа всякими штуками принесли. И знаете, что вспомнила? Что еще средство для стирки. Вот. Такое. Мистер Дез. Ну буду пробовать. Я позже отзовусь. Как оно нам? Ну вот. Стоит 5 литров 350 рублей. Что, конечно же, очень даже выгодно. Будем пробовать. Ну вот у них, у мистера Деза, такой объем вот в таких бутылках 5 литровых. Ну, я, в принципе, люблю брать средства для стирки большими объемами. Вот. Позже отзовусь. Я думаю, что средство для стирки детского белья должно быть все-таки более натуральным, да? Вот. Подходит для ручной и машинной стирки. И все такое. Так что позже во влогах отзыв будет на это средство. Всем привет! Это новый день. Продолжение вчерашнего влога. Влог снова будет из двух дней. И сегодня с утра я шла на дорожке. И поставила также с утра тесто. Пока шла, оно расстоялось. И я пеку пиццу. Вот такой у нас будет шикарнейший завтрак. Наверное, и на обед останется. Одна уже наверху практически готова. Я ее подняла, чтобы зарумянилась посильнее. И снизу только начинает готовиться. Вот такая вот вкуснятина. Заливаете майонезом. Вот я показывала майонез из пятерочки. Очень классный. Сверху. Кладете любимую начинку. Заливаете майонезом. У меня там томатный соус, шампиньончики, помидорчики, кукурузка. В общем, всякое-всякое, что вы любите. Сейчас свет включу. И заливаете майонезом. И он как бы плавится. Не знаю, что за майонез у них такой. Но очень классный для запекания. Для всяких запеканок и пиццы. Ну, а сыр добавляете в самом конце, чтобы он не пересушился. Вот тогда получается идеальная, сочная, вкусная пицца. В общем, когда будет готова, я вам покажу ее. Первая пицца готова. Аромат стоит просто нереальный. Это тесто, я его обожаю. Вторую подняла повыше. Она вот поднимается еще пока только. Рецепт теста есть в ТикТоке, я уже рассказывала. Есть вкладка рецептики. И в ней рецепт этого потрясающего теста. Режу всегда ножницами. Это очень удобно. Хотя у меня есть вот это колечко. Ну, крутяшка для пиццы, чтобы резать. Но мне ножницы больше нравятся. Еще, кстати, если все-таки хотите рецепт увидеть во блогах пиццы, пишите. Я как-нибудь покажу, кому интересно. Все дела. Мы тут ездили. В общем, с мужем. Да, ездили. И наездили, да. Заехали в Wildberries. Целый пакет. Одну посылку я вернула. Щипчики не понравились мне. А все остальное забрала. Сейчас покажу. Здесь обзор покупочек. Так, начну с книги. Она вот распакована. Сразу можно посмотреть. Виктор Франкл «Сказать жизни да». Психолог в концлагере. В общем, интересная у него такая история. Этот человек, Виктор Франклин, написал книгу о том, как быть счастливым в жизни, несмотря ни на какие обстоятельства. Он прошел концлагерь и остался здоровой личностью. При этом, в общем, такая книга про смысл жизни, вдохновляющая. Купила по рекомендациям. Очень интересно мне ее почитать. Вот. Если кто любит подобного формата, то вот на Wildberries есть. «Сказать жизни да» называется. Так. Дальше что? Дальше вот такие новые вкусняшки. Уже пробовали разные. Я разные показывала. Покажу еще и вот такие. Ой. Как будто бы упаковка. Как будто бы в масле. Блин. Вот эти вот сухие. В общем, здесь вот такие шашлычки. Там еще одна упаковка. Их всего пять штук. Вот на палочке. Такой шашлычок. Это что-то. Какой-то китайский снек. Очень интересно попробовать. Вот. Мы уже брали такие разные снеки. Ну, вот такие шашлычки еще не пробовали. Вроде это из соевого мяса. С какими-то приправами. Я точно не помню с какими. Но на Wildberries это все описано. Причем, если вам вообще нужны какие-то ссылочки или артикул, то вы пишите в комментариях. Я оставлю, если кому надо. Ну, в принципе, их и так легко найти. Я, в общем, эти всякие китайские штучки вообще очень мне нравятся. Ему же нравятся. Поэтому к пиву прикольно. Просто с колой. Так вот, как снек. Ну, в отзывах все писали, что очень даже вкусненько. В общем, пять пачек. Это как там продается. Там можно одну купить на пробу или три. Ну, взяли сразу пять. Потому что вот сколько мы их брали, всяких таких штучек, они очень вкусные. Так, дальше мне понадобятся ножницы. Сейчас принесу, открою и покажу, что еще у меня тут. Давно у меня лежала в корзине. Вот, распаковала. Здесь вот такая вот пенка для умывания. Она корейская, наверное. Не в курсе. Тут вообще ни слова по-русски нет. Там в описании было. В общем, она с алоэ вера. 120 мл. Ну, такой большой достаточно флакончик. В чем ее прикол? Здесь вот такая вот щеточка. С помощью которой эту пенку вы распределяете, умываетесь. Она силиконовая. В общем, мне стало интересно попробовать вот такой формат. Поэтому, кто не пробовал, вот на Wildberries есть вот такие пенки для умывания. Очень даже интересненько. Так, это у меня здесь блеск. Один идет как масло-блеск, а другой вроде как увеличитель для губ или что-то в этом роде. Я не знаю, какой есть какой. Я посмотрю на Wildberries. Вообще, у меня на все бьюти-товары есть обзоры. На другом канале, тоже на YouTube. Бьюти-канал. Ссылочка внизу в описании. Так что проходите. Подписывайтесь. Видео выходят каждую неделю с обзором на какой-то из продуктов. В основном с Wildberries, конечно, сейчас. Раньше больше было всяких Aliexpress. Сейчас Ozon, Wildberries. Вот такие два небольшого формата. Чем мне нравится такой формат, тем, что можно в сумочку положить, много места не занимает. В общем, два вот таких. Вот что тут ночной и дневной, видимо. Ну, я почитаю, и также видео будет снято на эту тему. Ну, что-то интересненькое. Решила попробовать такой бальзамчик. Так, еще одна посылка. Сейчас раскрою, покажу поближе. Посылочка. Здесь у меня крем от Jigot. Jigot – это корейский бренд. Очень мне он нравится. Здесь увлажняющий крем для лица. Какой-то вкладыш с описанием самого продукта. Вот. И ночной у меня Jigot, кстати, тоже. Недавно заказывала. Был в обзорах. Был, вернее, в отзывах. Обзор еще на него не вышел. Но я его уже сняла. Будет обзор на другой Jigot. И на этот тоже я сделаю обзор на бьюти-канал. Вот такой кремушек с экстрактом алоэ. Очень интересно пробовать. Вот такой у меня новый будет дневной крем. Это стеклянная баночка. Она не пластиковая, а стекло. Мне это очень нравится. Внутри вот такая крышечка еще дополнительная. Что тоже удобно, чтобы он не разливался. Крем пахнет очень приятно. Буду пробовать. Ну и, естественно, отзовусь попозже о его качестве. Там было много разных. И с органой. И мне вообще алоэ нравится. И хорошо подходит моей коже. Поэтому я думаю, что этот крем мне отлично подойдет. Какая-то голограмма. Видимо, подтверждающая. Сделано в Корее. Подтверждающая оригинальность, видимо. Тут еще по коду можно смотреть. Тоже. Каким-то образом. Здесь срок годности. Где-то есть еще и код. По которому можно посмотреть оригинальность товара. Вот такие вот покупочки. С Вайлберрис. В этот раз такие посылочки были. Про книгу я, скорее всего, во влогах отзовусь. И про шашлычки тоже, как они на вкус. Вот. Все остальное будет в бьюти-обзорах на бьюти-канале. Я думала, вчера мы не высаживали помидоры. Потому что сильный очень ветер. Просто вот настолько, что аж деревья гнутся. Очень сильный ветер. Вот вишню накреняет вот прям в одну сторону. Из-за этого у меня поломалось несколько цветов. Ну, просто вообще что-то, какое-то сумасшествие творится. И сегодня опять уже третий день ветер. Поэтому помидорки сегодня тоже решили не высаживать. Хотя погода приятная, пасмурная. Вот сейчас бы было идеально как раз вот здесь высадить. А тут сетка. Вот здесь высадить помидоры. Но из-за ветра я не хочу ими рисковать. Потому как они тоже могут поломаться, конечно же. Рассада все-таки молоденькая. Подожду, пока ветер пройдет. Пойду разбирать покупочки. Вот. Сегодня собираемся посмотреть фильмец. Он, кстати, достаточно старый. Не знаю, как сказать. Короче, давно снят. 98-го, что ли, года. Называется Большой Лебовский. Я его не видела, но его очень хвалят. И тоже по рекомендациям решили посмотреть. Вот. Сегодня вечером планируем фильмец глянуть. Вот. Если он окажется хорошим, то в следующем влоге я, ну, как-то отзовусь по этому поводу. Вообще понравился он ли нам. И, ну, насколько он интересен. Если вы такой смотрели, напишите. Мне прям интересно будет узнать, кто его видел. Вот. И, пожалуй, на этом я буду заканчивать сегодняшний влог. Просто я хотела показать вайлдберест. А вчера уже не было у нас желания его забирать. Вот. А у меня тут много интересных посылочек всяких было. Вот. В принципе, увидимся. Все видимости в следующем влоге, который, скорее всего, будет про высадку таких наших помидоров, которые просто застоялись на подоконнике. Вот. Так что спасибо, что посмотрели этот влог. Обязательно подпишитесь на наш канал. Поддержите нас. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. И всем желаю прекрасного дня, великолепного настроения. Увидимся в следующих видео. Всем счастливо. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok